здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые родители благодарю вас что смотрите мои публикации я хотел бы с вами поделиться тремя весьма полезными упражнениями которые напрямую влияют на самооценку понятное дело что это не панацея от всех бед но тем не менее когда приближается такое серьезное испытание как егэ наши дети переживают и в принципе было бы хорошо помочь подростковой психике немножко расслабиться с помощью вот этих вот простых упражнений которые вы сможете вместе с ребенком спокойно сделать дома итак первое упражнение это вспомнить три момента за что можно похвалить себя ну например я молодец что проснулся вовремя или там я молодец что там приготовил себе вкусный завтрак и позавтракал и там я молодец что сделал с утра зарядку то есть какие то вот такие мелкие моменты и себя похвалить обязательно нужно делать в письменном виде я знаю что подростки писать не любят но вы все-таки объясните вашим детям что думать нужно но на бумаге это позволяет укрепить память и научиться структурировать мысли структуризация своих мыслей это очень полезно особенно для людей которые будут там проводить презентации там кому-то что-то доносить какую-то информацию вот в общем все кто работает с людьми для них вот структурирование мыслей очень полезно второе упражнение это 15 граней моей личности так и называется 15 грани моей личности вспомните сами если делаете сами или дайте возможность помнить вашему ребенку какие черты характера хорошие приходят на ум это можно записать список какие достижения приходят на ум какие моменты в плане что умеет человек делать то есть какие навыки все это составляет так сказать грани натуры характера человека ну и последнее упражнение такое достаточно мощное нужно вспомнить пять еще лучше шесть ситуаций когда участие ребенка ну или ваше участие если вы для себя делаете принесло конкретную пользу ну то есть вот какая-то ситуация у всех руки опустились и тут вы включаетесь либо какая-то идея либо какое-то действие либо еще что-то и вот все начинает меняться вспомните пожалуйста такие случаи в жизни если вы взрослый человек если для ребенка или с ребенком вместе вы делаете вы можете просто вспомнить 56 ситуаций когда вашего ребенка похвалили какие-то посторонние люди ну или там мало знакомые подростки вспомните они сто процентов есть просто мы не учимся на это обращать внимание а если мы с вами сделаем в комплексе вот эти три упражнения то ваш ребенок ну и вы сами если будете делать вы почувствуете такое хорошее самоуважение к себе поможет ли это сдать экзамены безусловно повышение самооценки всегда помогает справиться с самыми разными трудностями и если вы захотите узнать поподробнее каким образом можно было бы ребенку повысить самооценку напишите пожалуйста в комментариях к этому видео я обязательно познакомлю вас со своим курсом который называется самооценка супер герой до встречи друзья пока